всем привет в эфире новый выпуск нашей программы вымпел здесь ты как и прежде сможешь узнать все самое интересное из мира настолок кино компьютерных игр и прочих радостей гиковской индустрии смотри сегодня в выпуске net for speed в стиле аниме арабская ночь в валоранте самая известная настольная игра и многое-многое другое по выдержанный временем традиции мы начинаем нашу рубрику с новостей из мира компьютерных игр амулусы теперь и в vr разработчики из маленькой студии inner slot опубликовали новый геймплейный трейлер vr-версии among us в ролике не только показали как выглядит трейлер виртуальной реальности но и подтвердили слухи о том что релиз тайтла состоится 10 ноября сыграть вам он as bear можно будет на устройствах квест 2 playstation vr и steam vr за разработку вир студии отвечает студия shell games которая недавно выпустила шпионский экшен i expect you to die to геймплей обещает сохранить все особенности оригинальной версии ну и прелесть каждой сессии рассчитанной на компанию от 4 до 10 человек будет обеспечена множеством иммерсивных механик арабская ночь в валоранте riot games представила трейлер нового оперативника сетевого нашумевшего шутера валорант им стал индийский спецназовец позовным харбор в ролике он удирает от преследователя на мотоцикле ну а затем показано как он получил необычный артефакт ну и а затем свои поразительные суперспособности судя по всему у него будет водяной щит и возможность контролировать приливы и отливы ультимативная способность показано не было но он точно сможет замедлять своих противников водой пока даты появления спецназовца в игре нет возможно это случится 18 октября с выходом обновления спойлер 20 числа этого все еще не случилось валорант это бесплатный сетевой шутер в котором группы оперативников сражаются друг с другом и используют различные способности игра доступна бесплатно и на пк net for speed модный молодежный студия criterion games предоставила небольшой геймплейный трейлер net for speed unbound ролик получился очень необычным но все-таки динамичным и в том и в этом во многом благодаря всплывающим анимационным элементом который можно будет кастомизировать для большей зрелищности ну или если вас подобное смущает полностью отключить из известной информации в игре будет 143 машины на старте и к сожалению net for speed не будет поддерживать русский даже субтитры судя по всему все будущие игры от и и будут выходить без русской локализации ведь на странице ремейка dead space тоже не указан русский язык на данный момент известно что net for speed unbound выйдет 2 декабря на пк ps5 xbox series x и s в россии выделили 100 миллионов рублей на разработку отечественного тесла панк-экшена поезда уже в сети существует тизер прототипа и скриншоты страница адвенчуры уже находится в steam хотя игра пока находится лишь на стадии прототипа о том что институт развития интернета вылил 100 миллионов рублей компании what studio на создание игры поезда сообщил коммерсант ну и ири подтвердили что предоставили грант на данный момент известно что поезда это историческая игра действия которая развернется в альтернативной реальности россии начала двадцатого века по словам совладельца от студио егора томского сюжет будет перекликаться с реальной истории том числе с революции 1917 года и первой мировой войной при этом сеттинг поездов позволит игроку взглянуть на события под другим углом ну и известно что в поездах игроки возьмут на себя управление некой анной а геймплей будет представлять собой решение головоломок обезвреживание врагов с помощью специальной электрической перчатки а на данный момент на конец октября 22 года разработчики завершают создание прототипа с обещанием релиза в конце 24 на этом наша рубрика связанная с новостями из мира компьютерных игр подходит концу а мы плавно переходим к нашей следующей теме сегодня в нашей рубрике рассуждения о сериалах мы хотим продолжить славную традицию обсуждать продукты где-то в середине их выхода на данный момент мы поговорим о сериале андор который выходит на канале дисней плюс это сериал в мире далекой далекой галактики и надо сказать что это просто потрясающий сериал несмотря на то что проектов вышло много и казалось бы звездные войны должны начинать приедаться хочется как-то в малое количество времени уместить очень много эмоций потому что это круто действительно круто вышло около шести эпизодов из заявленных 12 и сразу видно та самая формула сериала который может похвастаться бюджетом и подходом к съемкам как во время съемок настоящего блокбастера которыми к сожалению последние продукты дисней плюс похвастаться не могли то есть это совершенно ужасная мыльная женщина халк это какой-то трэшовый оби-ван кеноби где во время документального фильма время просмотра этого документального фильма можно увидеть что с оператором все нормально он ничем не болеет у него все хорошо но при этом почему-то во время съемок камера трясется примерно вот так вот все дуэли погони перестрелки все трясется вот так вот еще и под таким углом нет здесь этого нет потрясающая вылезанная картинка куча практических декораций новый дизайн видно что человек ответственный за этот сериал автор изгой 1 человек который уже работал с персонажем кассиана андера в исполнении диего луны видно что человек знает что хочет показать у него есть конкретная идея конкретные видения нет проблем в постановке как например у нашумевшего властелина колец колец власти видно что у человека есть идея что показать нового в задворках далекой-далекой это не бесконечная эксплуатация штурмовиков я вам больше скажу штурмовики эти парни в белой пластиковой броне один из символов звездных войн появляется чуть ли не в шестом эпизоде этого сериала несмотря на то что разборки ведутся на протяжении всех этих серий именно с империей именно силой охраняющей звездные системы то есть есть какие-то маленькие корпорации охраны у них есть свои дизайны кораблей своя форма свой распорядок куча всяких прикольных мелочей которых мы рассматривая звездные войны вообще даже не додумались очень интересно смотреть как от звездной сказки про персонажей которые вдохновляются то ли ковбоями то ли самураями только какими-то монахами или все это вместе делаю так мечом пил пил как это переходит в настоящую сбалансированную историю с какими-то реальными планами которые работают с напряжением с аспинсом с персонажами которые могут вызывать сопереживания сейчас будет маленький спойлер но вот когда говорят про серую мораль в играх серую мораль в кино это обычно не уходит дальше каких-то громких заявлений для прессы здесь повторюсь спойлер в пятом эпизоде во время одного из ограблений герои ну то есть благородные повстанцы в числе которых и наш протагонист диего луна исполнивший кассиана андера я имею ввиду данный момент грабят имперский бункер допустим и берут в плен семью губернатора и управителя этого бункера и собственно да губернатор его жена дичо и один из помощников всех их разоружают во всех начинают целиться из бластеров и в этот момент помощник губернатора выхватывать свой пистолет начинает целиться в ответ в одного из повстанцев требуя отпустить ребенка и в этот момент ему в затылок прилетает пластерная очередь это тот поразительный момент когда максимально демонизированная империя вообще обезличенная ну это изначально было карикатурой на соответствующие исторические периоды с их какой-то единой формы с их дурацкими минималистичными типами брони типами техники но здесь это прям неожиданный поворот когда ты видишь что повстанцы могут быть какими-то тварями дерущимися за свою идею любой ценой не просто на словах не просто для какого-то контраста чтобы пафосная фраза любой ценой в трейлере висела нет чтобы это было по-настоящему чтобы разные были персонаж кому-то сопереживаешь кому-то нет причем я умудряю сейчас об этом говорить без какой-либо конкретики потому что это тот случай когда за исключением вот этой контрастной сцены я вообще ничего не хочу спойлерить чтобы вы посмотрели сами и оценили кучи всяких поразительных операторских планов убедительные персонажи которые действуют так как действовали бы персонажи в этой самой ситуации без ощущения что это какая-то странная невидимая рука сценариста которая толкает людей к неведомой и очень даже незавидной судьбе это практически эффекты это вот именно желание человека сказать что-то новое это показать что вся империя и все повстанцы это не просто миллионы 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 белых штурмовиков и люди в одинаковых формах это действительно планета со своей культурой и судя по всему даже не одна но на данный момент на данный момент вышла только половина сезона половину предстоит увидеть я очень надеюсь что когда мы встретимся после этой половины сезона впечатления останутся такими же положительными а сейчас без лишних слов сразу наша следующая рубрика сегодня в нашей рубрике о настольных играх та самая игра если о которой вы заявите в списке главных игр в которые вы играете в клубе настольщиков вам может чем-нибудь и прилететь поскольку начинать рассказ о своем хобби я люблю настолки с рассказа ну монополию люблю или там шахматы это может чем-то плохим закончится но это бессмертная классика как бы к никто не относился и классику как известно надо уважать это классика у меня уже лет десять и надо отдать должное это классика очень живуча потому что достался на мне когда я был маленьким не то чтобы я был вредителем но к играм я относился как ребенок скажем так по поводу компонентов во-первых самое главное это коробка отдельная прелесть несмотря на то что мы много раз говорили о прелестях бокса из спрессованного картона какого-то крепкого какого-то очень надежного здесь деревянная защита и она очень хорошо работает не стерлась ничего и все еще украшает глаз и на самом деле очень неплохо выглядит по компонентам игра минималистично как и полагает с любой монополии это зеленые домики красные отели никаких лишних деталей все очень так приятно кидать их одно удовольствие по известным фишечкам несмотря на то что были всякие коллабы с трансформерами звездами войнами разными городами странами света вот она железная машинка шляпа ходит слух что этой фигурка играет только в прошлой игре проиграл классический паровозик башмак тоже относится к разряду шляпников милая собачка и наперсток для шести игроков что называется кубики классические приятные вот на эти два можно не смотреть я их добавил исключительно аутентичности ради они к этой игре отношения не имеют но очень хорошо уж больно смотрится плюс двух всегда мало а четыре в самый раз карточки лакированные я акцентирую внимание на том что тут все не убито ввиду возраста игры вот прошу меня понять все хорошо пропечатанные наглядные очень минималистичные при том уместно смотрят сочетание трех цветов это черный это какой-то бежевый и это цвет допустим улицы а у коммуникации например или у железных дорог этого так и вообще нет деньги деньги это хорошо много денег еще лучше в этой игре их очень много их не очень удобно пересчитывать в пылу игры особенно когда вы размениваетесь на какие-то мелкие улицы там надо по 20 по 5 отсчитывать бесконечно менять но в данный момент это просто балдеж они очень приятные на ощупь и отсчитывать их это где-то 50 процентов от игрового удовольствия так по полю сразу стоит оговориться она немножко заклеена но это не минус игры это как раз и один из тех пунктов о отношении к играм так более на днем мы долго задержаться не будем поле классическое с яркими обозначениями если у вас есть или хоть была хотя бы одна монополия то я думаю вы можете себе представить как она выглядит приятно видеть я к этому веду свою мысль что несмотря на потребность игроков мы готовности разработчиков этой потребности как-то потакать о том что надо больше больше контента запихивать в коробку всякие цифровые приложения если там что-то не помещается тысячи карт всякие карточки или жетоны по механике легаси то есть если вдруг они вышли из необходимости вы можете просто порвать я думаю о какой-нибудь из таких игр мы в ближайшее время поговорим то здесь это вот минималистичное счастье детское удовольствие поскольку из моих воспоминаний я помню как я играл в это с бабушкой с папой с мамой с братом с друзьями то есть это та игра которую можно играть без подготовки практически без компонентов то есть есть несколько игр по мировой истории в которой можно играть с огромным удовольствием без каких-то наворотов это днд там нужно всего хорошая фантазия несколько каких-то письменных принадлежностей и бумажки чтобы все это фиксировать это но собственно морской бой который можно быстренько раскидать и монополия и собачка очаровательная эта игра по своему типу по своему стилю по своему настроению идеально передает вот дух той классики той эпохи которая сейчас постепенно сменяется интеграции все больше цифровых технологий приложений вот например очень популярна игра gloomhaven десять тысяч десять килограмм и все это это сплошные карты жетоны бесконечные кампании которые вы скорее всего за всю жизнь не пройдете а вот это простое прекрасное приключение которым правда не стоит слишком хвастаться могут все-таки ломить это вообще ни разу не шутка это об этом любят шутить хотя шутка сама по себе не является вот и динамичная игра торговлю недвижимость лично для меня осталось приятным воспоминанием из детства я очень я искренне надеюсь что у вас это в детстве тоже было ну а на этом наша рубрика равно как и программа постепенно подъезжает на рельсах своему финалу на этом наша программа подходит к концу спасибо тебе большое за просмотр дорогой друг и увидимся через неделю до скорых встреч